Когда выходил магазин на рынок, у нас не было вообще конкурентов. Конкуренты были, именно конкурентов не было по позициям тех товаров, которые мы выводили на рынок. Силу того, что косметика, которую мы продаем, она является дематологической, и использование ее без рекомендации косметолога может принести вред здоровью. Поэтому никто раньше этим не занимался. Сейчас, после нашего выхода, у нас активно появляются конкуренты, но в связи с тем, что у нас уже большая база своих клиентов, как я уже сказал, у нас уже есть VIP-клиенты, которые постоянные наши. Я считаю, что у нас достойный базис, от нас никто не уходит, у нас представлены лучшие цены в Москве, потому что конкуренты не могут такого предложить, потому что либо они не сами привозят товары, берут у дилера, а мы, соответственно, как бы сами его сюда доставляем. Все, класс. Спасибо. А косметологу вы как думаете? Я уступил косметологу. Не вы лично, а ваш магазин? А. Мой магазин, да, безусловно, у нас трудится несколько косметологов, профессионалов. Какие могут? Они выезжают? Колл. Колл. Колл-центр. Допустим, производится заказ, если просто нет не поступать предварительного звонка, вступает заказ и идет консультация. То есть может быть такой, что человек, он и заказывал такой несовместимой косметики под свою кожу, и косметолог параллельно как бы редактирует, как сделать так, чтобы было лучше. По телефону? А как он будет понять по телефону, что это косметика несовместима с кожей? Потому что косметологи высококлассного уровня, то есть задаются банальные вопросы, какая кожа. Если косметолог не видит кожу, он не может ничего рекомендовать. Елена Михайловна, у нас еще никто не жаловался, вы что? Какой штат косметолог? Да, я косметолог каждый день домой вижу. Какой штат? Какой штат? Штат у нас порядка семи, наверное, уже, без курьеров. Есть еще вопросы? Если нет вопросов, я перейду к лицензии. Святослав предоставил письменную лицензию. Святослав, единственное, какой но. Вы предоставили лицензию не на работу, но что могу себя. Это не я. Я все равно изучаю, членом Государственной аккредитационной комиссии Российского университета на гражданародстве. Интересная активная работа была проделана Святославом. Это был абсолютно новый опыт для всех участников начинания, включая самого Святослава, который постигал науку пиарк только в теории. Ему приходилось ориентироваться быстро в этом независимом пространстве ритейла. Активность и энтузиазм, с которым он взялся за работу, вселяла в коллектив уверенность, что все получится. Святослав, пожалуй, единственный из всех, кто был уверен, что делает. Я довольна под отделанной Святославом работой и надеюсь, что наше дальнейшее сотрудничество продолжится. Генеральный директор Beauty.ru Startman.s.n Позитивно. Ну, позитивно. Это женщина или мужчина? Ну, она... Довольна? Ага, вот это мама. Я по первым строчкам поняла. Только мама может так писать. Да. Но лицензию надо предоставить. Я понял, я сказал. Вам предоставляю, что можно писать это слово. Спасибо. Дамы и господа, товарищи коллеги и преподаватели, члены Государственной афристиционной комиссии, в этот коммуникационный день моего учеба, своеобразная минута славы, я хочу выразить благодарность всем вам за вклад, внесенный в становление меня как личности и специалиста по связи с общественностью. Пять лет учеба в университете пролетели как один день, но этот день был самым наслеченным в моей образовательной карьере. Спасибо всем и каждому преподавателю, что вкладывали в меня силы, знания и время. Торжественно клянусь, с честью и достоинством нести статус выпускника РДН, прославляя его деятельность и преподавательский состав. В свою очередь хочу известить вас, что по окончанию воинской службы намерен продолжить обучение в стенах родной альмаматор в целью получения более высокого ученого звания. Желаю преподавателям новых научных свершений и разумных студентов, а коллегам-убасникам добрый путь. Спасибо. Волновался, волновался. Спасибо. Спасибо большое, присаживайтесь. Последняя защита в первой половине дня. На защиту приглашается Мордория Натарина. Тема современной рынок декоратуры как объекты от подвижения. Анализа политических и тактических возможностей. Научу руководителя по годе нужно. Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Книга — это самое мощное орудие дальнейшего развития духовных сил человечества. На мой взгляд, книга сегодня играет огромную роль, но, к сожалению, теряет свои позиции. И для того, чтобы вы не скучали рассмотрением только моей презентации, я хотела бы вам представить одну уникальную книгу, которая будет выходить в нашем издательстве, в котором я работаю. К сожалению, она сейчас только на французском, но просто чтобы вы оценили, что и как сегодня выглядят отличия. Это не только то, что я приготовила. Нет, но долгое время Россия считалась самой читающей страной в мире. И сегодня мы едва не можем похвастаться такими заслугами, занимая... Долгое время Россия считалась самой читающей страной в мире. Но, к сожалению, сегодня мы не можем похвастаться такими успехами. Мы занимаем 10-е место в мире по числу издаваемых копий и по количеству тиражей около 30-го. При том, что около 46% взрослого населения нашей страны вообще не читает книг. Современный рынок российской литературы можно охарактеризовать следующим образом. Это, во-первых, монополизирование рынок. У нас есть несколько главных издательств. Это Эксма, Аистер, Драфа и Азбука Атикус, которые занимают большую часть современного рынка литературы и представлены в основном в центральных регионах. Это Москва, Санкт-Петербург. В жанровом сравнении современный рынок литературы отдает предпочтение массовой литературе. И таким автором, как Дарья Донцова, Юлия Шилова, ну, в последнее время в эту пару затесался Борис Акулин. Затесался. Ну, да, к сожалению, затесался, потому что очень долгое время при продвижении его книг говорили, что этот автор не будет иметь такой популярности, какой он имеет сегодня. На современном рынке внимание обращено на спрос покупателей, иногда в угоду качества выпускаемого продукта, к сожалению. И следует отметить, что за последние 6 лет на рынке современной литературы наблюдается ряд проблем, тормозящих его развитие. И первая проблема — это падение интереса к чтению печатной продукции. То есть сегодня все меньше и меньше библиотек можно встретить в домах, все меньше и меньше людей коллекционируют книги, и все больше переходят на электронные издания, что подводит нас к следующей проблеме. Это пиратский контент электронных и аудиоклик. К сожалению, на сегодняшний день, например, в 2011 году, объем рынка пиратской продукции составил 300 миллионов рублей. И это почти 90% всего электронного рынка в российской литературе. Следующая проблема — это финансовая нестабильность в рынках. К сожалению, с 2006 по 2011 год рынок упал с 4,5 миллиардов рублей до 2,5. Также высокая стоимость книг. К сожалению, опять же, в это же время, средняя стоимость книги увеличилась со 117 рублей до 350. Что явилось такой достаточно серьезной проблемой, потому что среднестатистический житель, получающий где-то 12-13 тысяч рублей, и вряд ли пойдет в магазин и будет покупать большое количество книг. Также следующая проблема — неразвитый рынок в литературе.